Дворфы, 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 дворфы... Ииии жуки! Здравствуйте, бородатые товарищи! Добро пожаловать на обзор релизной версии Deep Rock Galactic. Давайте дружно пробежимся по азам игры и разузнаем, что это за зверь такой. И сразу же поправочка. Это видео предназначено для людей, которым Deep Rock ни разу не попадался на глаза за годы разработки. И им не довелось поиграть в предрелизную версию, и хотелось бы узнать, что игра вообще из себя представляет. Итак, поплыли. Эээ, в смысле, покопали. Deep Rock Galactic — это кооперативный шутер про четвёрку бравых дворфов-шахтёров, что самозабвенно во имя процветания жадной до ресурсов компании отправляются в недра не самой дружелюбной планеты под названием Hoaxos 4 для добычи тех самых ценных ресурсов. Однако простые в теории шахтёрские миссии оборачиваются настоящим кошмаром для любого, кто рискнул посягнуть на богатство планеты. Веселуха в том, что шахтёров в пещерах поджидают сотни и тысячи обитателей планеты, а именно разнообразные жучки и таракашки, что готовы в любую секунду оторвать дворфам жопы вместе с их бородатыми мордами. Сразу стоит отметить, что пещеры генерируются случайным образом, и одинаковых вы не встретите, скажем... Никогда! 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 За исключением редких моментов, когда генератор создаёт похожие сегменты. Но чаще всего каждая пещера уникальна по своему строению, и важный аспект игры — абсолютно каждый миллиметр пещеры можно разрушить. И, естественно, есть граница, что сделана из, скажем так, бедрока, дальше которого вы не уползёте, но в такие дали залезать в целом нет надобности. Так что перемещение по пещерам не ограничивается удобными проходами, что для вас любезно склеил генератор. Вы сами вольны прокладывать дорогу куда угодно. Итак, погнали по пунктам. Персонажи. Обозначим, что за бойцы предоставлены игрокам, и что за враги им противостоят. В игре четыре класса — бурильщик, пулемётчик, инженер и разведчик. Каждый класс уникален и орудует определённым количеством убойных пушек и гаджетов. Чуть-чуть о каждом. Бурильщик. Имя говорит само за себя. Его основной инструмент — это пара здоровенных ручных буров, с помощью которых бородатый терраформер может издеваться над местной земелюшкой и разрыхлять любую породу наряду с мордами местных жуков. Из оружия таскает либо увесистый и убойный огнемёт для прожарки жучных тушек, либо ручной морозильник, от которого любой жучок превращается в симпатичную ледяную статую, которая может развалиться от любого плевка в её сторону. В запаске бурильщик носит простой пиф-паф-пистолетик, либо хитромудрый плазмоган. Также умеет кидаться топорами и подрывать жопки тараканам с помощью Си-4. Еб... Второй член команды — пулемётчик. Это закадычный любитель больших и тяжёлых пушек, что плюются свинцом с безумной скоростью. У пулемётчика имя тоже говорящее. Сразу сходу в любой ситуации он расчехляет своё большое стреляло и уничтожает всё живое в зоне поражения пушки. Ну а если скорострельбный пулемёт вам надоел, можно взять автопушку со снарядами будто от танка и стрелять редко и не очень метко, зато задевать жменьку врагов за один выстрел. За пазухой пулемётчик таскает мощный револьвер, стрельба из которого ведёт к тотальной аннигиляции врага любого размера. Никому не понравится принимать дозу свинца из этого ручного монстра. Я шепну тебе на ушко. Аннигиляторная пушка! А в качестве альтернативы револьверу пулемётчик может брать пистолет серийного огня, который... Инструменты пулемётчика позволяют прикрывать своих союзников энергетическим щитом, что в некоторых ситуациях незаменим и спасёт ваши бороды не один раз. Ну а если нужно пересечь пропасть или подняться повыше, пулемётчик расчехляет тросомёт, на котором можно комфортно доехать до точки назначения. Тебе надо дома такой же зиплайн от кровати до холодильника поставить. Кажется, ты гений! Третий член команды — инженер. Это типичный любитель механизмов, что строит турельки для помощи команде в локальной обороне, орудует великолепным автоматическим дробовичком, кидается всякими минами и голограммами для отвлечения внимания жучков. Для помощи команде инженер создаёт удобные надувные платформы, по которым можно ловко забираться в самые заковыристые уголки пещеры. Так что инженер может и домик построить, и мост возвести, и лестницу организовать. В общем, товарищ очень полезный. А насчёт его огневой мощи, помимо дробовика, инженер может таскать электрический пистолет-пулемёт, убойный гранатомёт или плазменный резак, что сбривает панцирь жучкам на раз-два. Ну и последний по списку, но не по важности дворф — разведчик. Этот товарищ служит основным источником света во время пещерных экспедиций, где обычно вас окружает давящая темнота. Обычный фальшфейер может кидать любой дворф, чтобы хоть как-то бороться с темнотой, а вот разведчик кидается мощными осветительными факелами, силы которых хватает, чтобы осветить обширную зону пещеры. Но, к сожалению, ненадолго. Самое главное преимущество разведчика — это его бэтменский девайс, а именно крюк-кошка. С его помощью разведчик носится по всей карте с грацией картошки, за исключением моментов, когда инженер не очень метко поставил платформу на стену, и полетевший туда разведчик в итоге окажется расквашенной жижкой на полу. Но это дело практики. Из оружия разведчик использует сбалансированный автомат или меткое полуснайперское ружьё. За спиной держит волшебную бум-палку, с помощью которой сносит морды охапки жуков, что рискнули подойти слишком близко. Ну, либо хватает в руки две ппшки и, как трук-гангста, стреляет в разные стороны, задевая всех, включая своих союзников. Ну и, естественно, этим арсенал не ограничивается. Его волшебные гранаты могут замедлять или замораживать врагов. Ну и на крайняк можно кидаться с жучиной с саниной, заставляя инсектоидов мериться письками и грызть морды друг к другу. И так, с командой пещерных барсунов разобрались. Теперь посмотрим, что за твари им противостоят. Есть и маленькие таракашки, что давят на вас числом. Есть и средние, что являются основным костяком жучей на армии. Их могут сопровождать здоровенные бронированные товарищи, что плюются кислотой, азотом или ещё какой-нибудь дрянью. И напролом прут на группу бородачей, дабы размять им щёчки. Если вы забурились в бункер, спасаясь от нашествия жуков, в гости к вам заглянет угнетатель, что устроит в вашем бункере настоящую мясорубку, вынуждая вас в ужасе прыгать в разные стороны, лишь бы не угодить под раздачу. На стенах вас поджидают плеваки, что могут паутины вам перегородить обзор и до кучи замедлить, облегчая своим собратьям процесс изнасилования бедного дворфа. До кучи присутствуют жуки-суицидники, что подбегают поближе и нарушают личное пространство зычным бабахом. Но у нас тут есть не только ползучие, но и летучие пакостники. Есть и мухи-бомбардиры, что заливают вас вязкой жижей. Есть комары, что лезут обниматься и утаскивают вас в дальний уголок пещеры, где творят с вами всякие непристойные дела. Покажи, где он тебя трогал. Вот тут или вот тут? Хочет меня трогать. Ой, однако это лишь малая доза всей жестия, что валится вам на голову. В игре присутствуют и более крупные представители пещерной фауны, а именно родственники маленьких любителей взрываться в неположенных местах — гигантские детонаторы. Эти увесистые товарищи медленно ползут через любые преграды, лишь бы добраться до вашей группы и растоптать вас всех в кашу. Однако простое уничтожение этого бубенца заканчивается не обычным падением замертво, а здоровенным взрывом, что раскурочивает огромную часть грунта в пределах зоны поражения. Ну и, естественно, лучше в этот момент рядом не стоять, а то рискуете полирнуть землю своим пивным пузом. Бывают еще товарищи дредноуты, по сути самые опасные представители рядов защитников планетарной минеральной казны, и эти дужки неуязвимы, окромя их увесистой задницы, которую дредноуты периодически покрывают довольно толстой броней, и борьба с таким растягивается обычно на несколько минут, и требует участия всей команды. Он будет не только пытаться вас укусить в ближнем бою, он может обблевать невезучего дворфа феромонами, фокусируя внимание жучков на нем, умеет плеваться здоровенными фаерболами, и делать муда-муда по земле, задевая всех в большом радиусе. Страшный гад, одним словом. Ох, и вишенка на торте. Не только фауна Хоксиса хочет вас уничтожить. Флора тут такая же недружелюбная. Есть и шипастые редиски, что дырявят вам ботинки, и если не смотрите под ноги, конечно. Повсюду растут плюющиеся кактусы, на потолке вас ждет хентайная кентакля, что вас утащит и будет ребра щекотать, пока товарищи вас не спасут. Покоя вам не дадут стационарные плеваки, что харкаются шариками с кислотой с большого расстояния. Радости доставляют взрывающиеся кусты, ядовитые грибы, радиоактивные камни и прочее, и прочее. Не думайте, что в пещерах вам будет легко. 99% всего окружения хочет вас убить. За исключением вот этих вот пупсиков. Но вы не всегда торчите в пещерных просеках недружелюбной планеты. Любая вылазка начинается на космической станции, где вы проводите время между миссиями. Тут стоят полезные терминалы, где можно улучшать экипировку, кастомизировать свой шикарный блохастый мешок на морде, ну, в смысле бороду, слушать диск в джукбоксе и дрыгать тучными телесами под задорный ритм, беспросветно бухать в местном баре и мусорить кружками по всей космической станции, выслушивать жалобы руководства, играя в мини-игры, Stop it! и перекалибровывая гравитацию, и занимаясь прочей непотребщиной. Но когда время для развлечений заканчивается, нужно собирать яйца в кулак и выдвигаться на миссию. Кстати, о типах миссий. Всего их на данный момент 5, где есть основная и дополнительные задачи. Первый тип миссий — это шахтерская экспедиция. Самый простой формат задания, где вам велено добыть определенное количество минералов, и после удовлетворения нормы можно спокойно возвращаться домой и пробухивать заработанные деньги. Второй тип — поиски яиц. Вы должны шурудить по пещере в поисках больших органических шариков, внутри которых хранятся яйки. Но после того, как вы вытащите хоть одно, вы услышите отдаленный крик ярости некой местной мамки, после которого на вас попрет толпа взбудораженных жучков, дабы отнять у вас это яичко. Третий тип миссий — вывоз материалов. В середине большой пещеры вас ожидают дробилка, в которую нужно сгрузить несколько синих минералов, распиханных вокруг. Однако каждые несколько минут вас ожидает волна жучков, и чем дольше вы копошитесь, тем больше и сложнее будут волны. Четвертый тип — это охота на дредноутов. В недрах планеты вы находите большие пульсирующие коконы, разбив которые вы навлечете на себя гнев бронированных дредноутов. Как я и говорил ранее, потребуется общее усилие всей команды, чтобы уложить этих здоровяков. Ну и как вы убьете несколько этих бугаев на миссии, вы можете вернуться назад. И пятый тип миссий — это спасательная операция. Вы отправляетесь в локацию, где погибли ваши бывшие товарищи-дворфы, чтобы вернуть минимум улов, наладить координаты и заправить утерянную десантную капсулу, после чего на ней же улететь домой. Однако на этой миссии вам придется оборонять девайс для триангуляции и топливные ячейки в течение некоторого времени и в пределах небольшой зоны, покинув которую вы откатите процесс назад. Соответственно, вся команда должна бдеть во все стороны, чтобы не допустить проникновения в зону обороны лишних многолапых тел. И, как я сказал ранее, на миссии всегда есть второстепенные задачи. На каждой миссии это обычно сбор различных цветочков, грибов, небольших скоплений редких минералов, окаменелостей и прочей мелочевки, а выполнение условий этой задачи принесет в ваш кошелек неплохое количество денежек и опыта. У каждой миссии есть несколько вариантов изначальной сложности и протяженности. Чем выше эти параметры, тем больше наград вы получите, и тем выше шанс наткнуться на богатое месторождение полезных минералов. Однако будьте готовы, чем выше комплекс эти пещеры, тем более она будет витиеватой и замороченной. И до кучи вы и сами можете выставить дополнительные параметры сложности от 1 до 5, чтобы усложнить себе прохождение, но и получить таки большее вознаграждение. И небольшой, но довольно важный момент. Мутаторы. При выборе миссии вы можете наблюдать желтые или красные индикаторы. Это означает, что на миссии присутствует мутатор, что тем или иным образом облегчает или усложняет прохождение. К примеру, все жуки могут взрываться, или после смерти из таракашек среднего или крупного размера вылезают паразиты, то есть буквально врагов становится в 2 раза больше. Или приятные мутаторы типа золотых жуков, что обеспечивает по одному кусочку золота с каждого убитого жука. Или атмосфера, переполненная гелием, от чего вы носитесь, как гоночная карта, разговариваете смешным голосом. Однако есть плюс. Присутствие на миссии неблагоприятных мутаторов принесет вам немалый процент дополнительных кредитов и опыта. Ну и о других элементах повседневных заданий. Стоит подметить, что на большинстве миссий вас сопровождает вагонетка на лапках, что принимает любую херню, которую вы в неё пихаете. Карманы у вас не бесконечные, поэтому приходится часто подзывать четырёхлапую красавицу и делиться с ней добытыми минералами. СТОП! Если, кстати, вы играете в гордом одиночестве, то компанию вам составит верный дрон по кличке Боску. Это многофункциональная ведёрка, умеет добывать минералы, таскать тяжёлые предметы прямо в ваши ленивые ручки, строчить по врагам из пулемётиков и запускать ракеты по приказу. Он даже вам ручкой помажет, если его окликнуть. Милый девайс, ничего не скажешь. Но как только к вам присоединится хотя бы один дворф, Боска брутально самоуничтожится, так что не пугайтесь. Привет, малыш! Каждое задание завершается тем, что вы ожидаете прибытия десантной капсулы. Как только вы выполнили условия миссии, жмакайте на жопку вашей верной вагонетки, если она есть на миссии, конечно, и вам будет дано несколько минут, чтобы добраться до капсулы эвакуации. Приземлиться она может где угодно на карте, так что заранее глядите по сканеру, куда заветная прилетела. Вагонетка сразу после приземления капсулы медленно начнёт дрифтовать к зоне эвакуации, и вы можете следовать за ней. Она приведёт вас куда надо. Но учитывайте момент, что вагонеточка может спокойно пойти по потолку и забраться там в тоннельчик, сокращая себе путь до места эвакуации, а как вы до туда доберётесь, уже ваши проблемы. Чтобы скучно не было, начинается бесконечная волна до момента вашей загрузки в спасательную капсулу, и имейте в виду, если вы добежали до места эвакуации раньше, чем вагонеточка, расчехляйте пушки, ибо вы будете ждать перед закрытыми дверями до момента, пока милый грузовой ослик не загрузится внутрь. Так, с миссиями и принципом действия на них разобрались. Теперь изучим регионы планеты. Всего на данный момент регионов 8, но разработчикам было обещано добавить ещё несколько биом в будущих обновлениях. Регионы планеты отличаются строением пещер, местной флорой и всяческими природными эвентами, что происходит во время миссии. Как, например, в магматическом ядре, время от времени начинается землетрясение, раскалывающее пещеру на куски, любой взрыв оставляет лужу раскалённого грунта, по которому не очень приятно ходить, и до кучи везде распиханы полыхающие лавовые гейзеры, обеспечивающие модную стрижку для бороды всем, кто подошёл слишком близко. Есть биомы, где всё усыпано пестрящей растительностью, и строение пещеры будет более слоистое. Вокруг вы обнаружите опасные кактусы, что плюются шипами, или злые луковички с иголками. До кучи будут идти дожди, ухудшающие видимость. Также эта зона благополучна для развития мелких жучков, и тут можно напороться на поляну из яиц. И стоит тронуть только одно, начнётся цепная реакция, и вся полянка преждевременно вылезет из коконов, грызть вам жопы. Но не буду расписывать подробную информацию про каждый биом, скажу только то, что абсолютно все регионы планеты уникальны, как флорой, так и фауной. Ибо только в определённых регионах вы встретите характерных только для этой биомы животинок. Теперь рассмотрим крафт и улучшения. Итак, минералы. На всех пещерных вылазках вы будете натыкаться на огромное количество полезных минералов, и каждый для чего-то донужен. Основной ресурс для выживания — это нитро. Кратко говоря, это ваши боеприпасы. Набираете 80 единиц в командном депозитарии, и можете вызвать капсулу снабжения, чтобы вся команда могла восстановить себе долю недостающего боеприпасов. Золото. Отвечает за местную валюту, которая нужна практически для любой покупки. Красный светящийся сахар может пополнить вам здоровье в самых неожиданных ситуациях. Также вы будете находить всякие растения для пива. Во всех биомах растет 4 вида цветочков, собирая которые, вы можете сперва разблокировать лицензию для пива в баре, а далее за меньшие ресурсы покупать это пиво в любом количестве, пока все запасы хмельных корешков не израсходуют. Пиво, в свою очередь, может дать вам приятные бонусы для следующей миссии, либо просто позволяет повеселиться в лобби, пробуя на вкус различные настойки, употребление которых приводит к самым неожиданным эффектам. И самое главное на миссиях — ресурсы для крафта улучшений. В каждом регионе планеты есть определенный ряд часто встречающихся ресурсов, добыча которых обеспечит вам прокачку экипировки для дворфов и послужит валютой для приобретения косметических приблуд для вашего подземного красавца. Сразу подмечу, что у всех пушек есть модификации, позволяющие вам отладить работу ружья, как вам захочется. И у большинства огнестрельной радости подразумевается очень гибкая система настройки модов. Оттого простор для экспериментов довольно велик. Но будьте готовы расстаться с сотней другой крафтовых минералов, чтобы разблокировать эти самые модификации. И последнее по списку, но не по важности — это перки. Выполняя условия задачи, что вы можете понаблюдать на терминале в личных покоях, вы будете получать очки перков на приобретение соответствующих бонусов. Перки значительно влияют на игровой процесс, как, например, вы можете делать резкие рывки раз в несколько секунд, или имеете возможность героически поднимать свои телеса после того, как вас срубила жучья на армии, и на последнем издыхании спасать своих союзников, или же сражаться до победного. Ну или такой вариант — можно приручать жуков, чтобы те помогали вам в боях против своих же соорудичей. Лепота. Однако, геймплей не ограничивается обычными побегушками по рандомным пещерам. Завершая миссии, вы прокачиваете своего корлита до максимально возможного 25-го ранга, после чего вам поручается список из нескольких заданий, выполнение которых обеспечит вашему дворфу долгожданное повышение. Получая повышение, дворф сбрасывает уровень до первого и зарабатывает одну звезду престижа, которая, в свою очередь, разблокирует целый ряд активностей внутри игры. Вам становятся доступны оверклоки. Что это такое? Это разгонные модули для оружия, значительно влияющие на принцип работы ружья, как, например, оверклок для минигана-пулемётчика, что позволяет поджигать жучков, которые подошли слишком близко, или для ледяной пушки-бурильщика, что даёт возможность переносному холодильнику стрелять здоровенными сосульками, или электрические пули для автомат-разведчика, что при каждой перезарядке будет долбить током задетых очередью врагов. В общем, вариантов масса. Однако, нафармить себе абсолютно каждый оверклок за десяток часок беспрерывной игры не получится. Активность этого формата здесь ограничена по неделям. Оверклоки, в свою очередь, можно получать разными способами. Первый вариант — это глубокие погружения. Длинные забеги из трёх миссий с перерывами только на загрузочных экранах. Доступны эти погружения только для дворфов хотя бы с одной звездой престижа. Выполнение каждого этапа вознаграждается различными ядрами. Например, косметическими, с самыми модными бородами в игре. Оружейными, соответственно, для пушек. И пустыми, которые понадобятся для другой активности, где вам даже предоставят какой-никакой выбор. В глубоких погружениях имеется два. Обычное и элитное. Награды в обоих случаях разные. Но будьте готовы, что на элитном погружении жучейная армия может вас с лёгкостью поубивать, если вы не очень слаженно действуете со своей командой. И насчёт ограничения по времени, глубокие погружения можно выполнить всего лишь один раз в неделю. Соответственно, выформить все косметические финтифлюшки и рожейные модули за пару недель просто не получится. А фармить придётся долго. Игре есть, что предложить. Второй вариант добычи оверклоков — это еженедельные поручения. На терминале поручения вы можете принять задания, к примеру, для добычи дополнительных ресурсов для крафта и кредитов, или деталей для своей верной кирки, или же для охоты за ядрами. Выполнение охоты за ядрами также обеспечит вас тремя ядрами, как косметическими, так и оружейными, и, естественно, пустыми. А пустые ядра нужны для следующего. Ивенты в течение обычных миссий. С определённым шансом выполняя обычную миссию, вы можете наткнуться на волшебный механизм, который активировать может только тот дворф, в наличии которого есть хотя бы одна звезда престижа. Не очень продвинутые карлики включить машину просто не смогут. Итого, после запуска машины начинается ограниченный по времени ивент со своими уникальными задачами, выполнение которых сулит вам награду в виде нового оверклока для ваших дворфов. Однако в наличии должно быть хотя бы одно пустое ядро. Без оного получить награду в виде модуля вы не сможете. Однако в любом случае получите дополнительный опыт и кредиты за завершение ивента. В итоге, вставив пустое ядро в терминал с ключом после успешного завершения ивента, вам на выбор даётся три варианта награды для разных дворфов. Один вариант косметики и два варианта оружейных. Советую в первую очередь собирать оружейные модули, а уже потом красоту наводить, но тут на ваше усмотрение. Так, вроде по основным аспектам игры пробежался, и надеюсь вам более-менее стало понятно, что из себя игра представляет. Сразу подмечу, что кооператив — это очень важный элемент игры. Вы можете понтоваться и делать всё, пытаться в одиночку, но стоит вам попасть в окружение толпы жуков или в цепкие лапки потолочных кентаклей, вы гарантированно приляжете и будете ожидать воскрешения. Так что совет — оставайтесь с командой и выполняйте свою роль. Вклад каждого игрока ощутим. Разделяться и умирать — не самая хорошая идея. Итого. Напоследок хочу сказать, что у игры шикарный саундтрек в стиле Synthwave. В перерывах между боями играет красивый грузный эмбиент с пиликающими синтезаторами в перемешку с отдалёнными рыками местных обитателей, а во время замеса начинается бодрый музон с эффектными битами, придающие происходящему дополнительную дозу драйва. И теперь о главном. Seco Cat всё стоит. А стоит данная поделка цельных 800 рублей. Но свою цену игра оправдывает с лихвой. Контента и фана здесь очень много, особенно рекомендуется любителям игр с фокусом на кооператив. А если ещё и друзей в игру затащите, то хорошие воспоминания вам обеспечены. Итак, думаю, что вы посмотрели не один обзор на эту игру и не два, но я решил вбросить свои пять копеек. Обзор на версию игры в раннем доступе я делал аж целый год назад. С тех пор я наиграл почти 900 часов и много чего про игру могу рассказать. Если вы новичок в дипроке, подписывайтесь на мой канал, ибо я с определённой периодичностью делаю видосики по разным элементам этой игры. Может, чего нового для себя вычленики. В заключение могу сказать лишь одно. Присоединяйтесь к ежедневным пещерным похождениям тысяч дворфов по всему миру. Вам обязательно понравится. Rock'nstall. Rock'nstall.